Ну и теперь об иранской ядерной программе. До сих пор ее цель не всем понятна, а исключительно мирный характер не вполне очевиден. Поэтому продолжаются трудные переговоры Тегерана с шестеркой международных посредников. Тем временем, духовный лидер страны Али Хаминеи заявил, что иранской ядерной промышленности требуется как минимум 190 тысяч центрифуг для полноценного обогащения урана, хотя американцы настаивают на цифре 10 тысяч. Первое интервью нашему телеканалу дал новый посол Ирана в России, Мехди Санаи. Здравствуйте, господин посол. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Известно, что вы прекрасный специалист по России. Вы организовали в Тегеранском государственном университете кафедру изучения нашей страны. И хотелось бы спросить, какие задачи перед собой вы ставите как глава дипмиссии, как новый глава дипмиссии? И каким вы видите развитие отношений между Россией и Ираном в ближайшее время? У меня была еще одна миссия, еще одна командировка в России. Тогда мы постарались представить Ирану в России, современный Иран, и дать реальное представление из нынешнего Ирана. И в Иране тоже есть недостатки информации о современной России. И чтобы восстанавливать хорошее отношение, первый шаг – это чтобы узнать друг друга хорошо. Я думаю, что нам надо в этом плане поднимать много шагов со стороны Ирана и со стороны России. И поэтому там мы открыли и государственный институт по изучению России и Евразии. И тоже в Тегранском государственном университете открыли кафедру. Я могу сказать, что на высшем уровне, на уровне государства, в Иране есть большое намерение сотрудничать с Россией. И в России тоже мы увидим. И я тогда чувствовал это. И сейчас увижу, что есть большое намерение. Например, у обеих президентов есть очень серьезное намерение расширить наши отношения. Я считаю, что взаимоотношения Ирана и Россия оригинальные. И здесь большой потенциал. И перспективы тоже очень хорошие и очень надежные в разных планах. Я могу перечислить и здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и сотрудничество по атомной программе, и покупка товаров в банковской сфере. Поэтому большие сферы и большие аспекты для сотрудничества с Ираной и Россией. У нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Я могу сказать, что наша большая задача поднимать обмен товаров и поднимать уровни экономических отношений между Ираном и Россией. У нас древняя общая культура, общая история, общее сотрудничество. И господин Путин отметил, что начался новый этап взаимоотношений Ирана и Россия. И господин Рохани тоже, наш президент, недавно на свое интервью на телевидении Ирана тоже сказал, что мы скоро наблюдаем подъем отношений экономических сотрудничеств между Ираном и Россией. Но поэтому наша большая задача, во-первых, укреплить разные сферы наших взаимоотношений, во-вторых, поднимать объем экономических сотрудничеств и объем обмен товаров. После встречи двух президентов в Бишкеке в сентябре прошлого года есть серьезные намерения в двух сторон и в России и в Иране после того, что появилось, можно сказать, хорошее взаимопонимание между двумя президентами расширить взаимоотношения Ирана и Россия в разных сферах. К сожалению, можно сказать, после санкций, которые Соединенные Штаты Америки, в частности, тоже Совет Безопасности ввели против Ирана, наши экономические взаимоотношения падали. Но у нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Скажите, а каким вы видите развитие наиболее интенсивной отрасли между нашими странами в атомной энергетике? Хорошие и большие перспективы есть. У нас есть почти уже приблизительная договоренность по строительству второй станции Бушегра, Наши организации по атомной энергии, Россия имеет Росатом, и наша организация по атомной энергии ведут приговоры сейчас. Я думаю, что уже скоро они окончательно договорятся и будут подписывать договор тоже. Но атомный аспект – это не только единый аспект, над которым мы работаем. По железной дороге у нас хорошие приговоры сейчас идут, и хорошие договоренности есть. По электрификации железной дороги Ирана есть проект Инчабрун и Гермсар, есть другой проект Рашт Астара, есть еще другой проект трехсторонний между Ираном, Россией и Азербайджан, возобновить железную дорогу, которая существовала во время Советского Союза. Это может очень сильно влиять на и расширение, и подъем взаимоотношений Ирана и Россия, и она в плане транзита в регионе соединяет Иран с Азербайджаном, а через Азербайджан с Россией. По разной области промышленности тоже сейчас идут приговоры. Мы недавно даже… Это не только экспорт из России в Иран, мы наблюдаем и промышленный экспорт из Ирана в Россию тоже. Мы на прошлой неделе как раз в Тегране участвовали на церемонии отправки первой части автомобилей, которые отправятся, экспортируются в Россию. Вы знаете, что в Иране сейчас производятся хорошие автомобили… – Иран-Ходро. – Иран-Ходро, да, для среднего класса, которые стоят не очень дорого. Пока 100, можно сказать, отправили они, но договоренность 10 тысяч в течение 2014-2015 года. Но это не только Иран-Ходро, подписали контракт с Айпад тоже, со своим русским партнером. Поэтому есть большие перспективы по промышленности и по лекарствам тоже. Сейчас очень хорошо принимаются некоторые виды иранских лекарств и здесь импортируются в Россию. В плане экспорта тоже многое, что есть в России и по промышленности, и по зерну. Есть большая потребность в Иране. Поэтому я думаю, что тот сейчас объем взаимоотношений, который мы имеем сейчас, даже тот максимальный 4 миллиарда, который мы имели в 2011 году, это совсем не соответствует и нашим потребностям, и нашим потенциалам, которые есть. В эти дни проходят переговоры «шестерки» по ядерной программе Ирана. Как вы оцениваете эти переговоры? Надеемся, что до 20 июля получится какой-то результат. Иран полностью готов решить все вопросы и полностью готов подписать соглашение. Я думаю, что на этот раз уже большая ответственность на «шестерки». Те санкции, которые были, есть с самого начала, они были несправедливыми. Знаете, Иран во своей атомной программе всегда был очень ясно и понятно. Иран, читайте, что имеет право на невоенную атомную программу, это для Ирана красная линия, имеет такое право. И это соответствует со всеми международными порядками и международными законами. Но, с другой стороны, Иран, значит, Иран не будет инагрировать свои права. Ни в каком случае. Но, если есть какие-то непонятные, недопонятия, Иран всегда был готов показать, что атомная программа Ирана не военная и мирная. Даже мы читаем, что те сотрудничества, которые Иран имел с МАГАТИ, это история МАГАТИ уникальная. Я думаю, что никакая сторона, насколько обширно, не сотрудничала с МАГАТИ. Сейчас идут переговоры, снимаются санкции, конечно, из Ирана. Это как раз справедливая линия, которая должна расширяться. Уже мы надеемся, что все санкции снимаются скоро и стабилизируются ситуации в этом плане. В соседнем Ираке боевики группировки Исламского государства Ирака и Леванта фактически ведут религиозную войну. Уже погибли сотни мирных жителей. И что намерен делать Иран в этой ситуации? Может ли он скооперироваться с Соединенными Штатами для решения этой проблемы? Те политики, которые провели чужие страны в нашем регионе, это было неправильно. Вот мы увидим результат. Через 15 лет, через 10 лет, это показывает, что они были небриллиантные политики, то, что ввели под флагом распространения демократии и так далее в нашем регионе. Но здесь, во-вторых, большие ответственны на всех нас. Я думаю, что сейчас мы здесь увидим два момента. Первый, мы должны объединить всех сил против терроризма. Терроризм не имеет хорошим и плохим видом. Терроризм – это терроризм. То, что в Сирии, или то, что боевики, которые в Сирии воюют уже несколько лет, и то, что в Ираке, и то, что в Афганистане. Я думаю, что немедленно все должны объединить всех сил и бороться с терроризмом. Но у Ирана такая политика, что не вмешивается в дела Ирака. Мы думаем, что в Ираке есть легитимное правительство, которое недавно как раз избирали. Поэтому все должны поддержать Ирак. А это сам народ Ирака, это само правительство Ирака. А вот легитимное правительство, которое сейчас на власти в Ираке, они должны решать, но все должны поддерживать, конечно, и морально, и материально, чтобы иракское правительство могло выйти из такой ситуации и принести покойный мир стране. Спасибо, господин посол, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо и зрителям, которые выделяли внимание.